Помещение, где раньше делали элементы тюнинга для автомобилей, на время превратилось в продуктовый склад. Именно здесь депутат Ленинского городского округа Павел Русаков формировал посылки для нуждающихся. И маски. Вот такой у нас получается наборчик. Ну и теперь мы на него наклеиваем нашу фирменную наклеечку. Один за всех, друзья, и все за одного. Директор тюнингового ателье Андрей Моисеев, как и многие другие представители бизнес-сообщества, столкнулся с оттоком клиентов. А потому свои предпринимательские навыки и умение находить качественный товар по недорогой цене он решил использовать для волонтерской деятельности. Мы сейчас решили помогать людям. Привезли самое необходимое, что на сегодняшний день не наесть это антисептики, перчатки, маски. Мы ничего не производим. Мы работаем напрямую с производителями. Все это идет с заводов. Все сертифицировано. В коробках все необходимое. Крупы, сахар, консервы и множество других продуктов. Всего собрано 30 таких наборов. Первую партию из 9 коробок везут по адресу улица Строительная, дом 23. Здесь дорогих гостей уже ждут. Подключаются люди потихонечку. Мы некий импульс даем, для того, чтобы другие коммерсанты подключались. Значит, здесь основной набор продуктов питания первой необходимости, плюс средства индивидуальной защиты. Берегите себя, соблюдайте режим самоизоляции по возможности. А если есть какая-то необходимость через Викторию, мы лучше вам принесем. Проект, получивший название «Один за всех и все за одного», организован по инициативе депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Павла Русакова. В сборе информации о тех людях, которые нуждаются в помощи, активно помогали местные жители. У нас был составлен список по действительно нуждающимся, которые оказались в очень трудной ситуации. Павел Александрович считал, что еще будет, возможно, какой-то дополнительный список и какая-то помощь. Но пока будем интересоваться у жильцов, если будут у них какие-то инициативы, конечно, будем обращаться еще за поддержкой. Еще одну коробку доставили Нине Александровне Каниной. 98-летняя пенсионерка не скрывала радости. Звоните, скажите, если что-то надо, я приду, всегда помогу. Хорошо, я рада. Договорились, всего вам хорошего, не болейте, соблюдайте режим самоизоляции. Депутат признается, что идея сделать собственный проект помощи нуждающимся пришла к нему, когда он в качестве волонтера помогал доставлять губернаторские наборы. Я запросил у общественной палаты, у волонтерского штаба список продуктов, которые входят в этот набор. И на основании этого пришла идея, посоветовавшись с коллегами, с коммерсантами, кто готов был поучаствовать. Мы приняли решение поучаствовать в этом. Основная база личных средств, это я свои вложил, а частично помогали коммерсанты. Но они не только помогали средствами, кто-то помогал средствами индивидуальной защиты, кто-то покупал, например, как видная нет-компания, руководитель. Он деньги просто давал на лекарства людям, которые попали в очень сложную ситуацию, потому что реально мы оказались в сложной ситуации. И ему огромная благодарность и вообще всем, кто участвует в этой акции. Очередная партия продуктовых наборов будет подготовлена в ближайшее время. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.